Необычную спецоперацию провели судебные приставы Ухты. Они пытались вручить должнику документы о взыскании алиментов. Безответственного папашу ловили на двух вокзалах в Ухте и Сосногорске, а также в Воркутинском поезде. В спецоперации поучаствовала и наша съемочная группа. Вагон и место в поезде Москва-Воркута известны. Приставы ждут должника на Ухтинском перроне у вагона. Однако поезд уже готов к отправлению, а мужчина все не появляется. Чтобы застать неуловимого пассажира, приставы решили ехать на станцию Сосногорск. И не ошиблись. Федеральная служба судебных приставов. Молодой отец дочерей-близняшек с февраля прошлого года активно скрывается. По адресу проживания приставы не раз оставляли требование явиться и объясниться. Знаете, как он уфигурен? Наверное, алименты что ли? Конечно. Понятно. Как раз собирался осенью к вам. Горя-папаша задолжал более 120 тысяч не только своим трехлетним малышкам, но и на содержание мамы, поскольку та не работала. Приставы ознакомили должника с материалами производства, отдали их копии, расчеты и взяли объяснение. Пишем быстро. С постановлением ознакомлен. Свой долг молодой человек мог оплатить и на месте, но тот заявил, что денег при себе нет. Якобы, как раз прямо сейчас он едет на вахту подзаработать. Люди в форме предупредили его об уголовной ответственности. Требование о явке получил. Обязуюсь явиться. Должника ждут сразу по возвращении с вахты. И если тот не явится, то и до наказания недалеко. В этом случае мы его привлекаем к административной ответственности за неявку. Это не выполнение законных требований судебного пристава исполнительного. При этом у него штраф от 1000 до 2500 рублей за это нарушение. Опять выезжаем его по адресу, который он нам сообщил. Будем с ним работать дальше. А вот если должник в последующие 4 месяца не будет платить алименты, его привлекут уже к уголовной статье на срок до года. К слову, в республике таких экстремальных историй немало. С начала года в розыске уже 261 алиментщик.